В маленьком поселке Широкино стрельба не прекращалась ни на день, несмотря на Минские соглашения. Широкино находится в 20 километрах от Мариуполя. Вот так выглядело перемирие 14 апреля, когда журналист Андрей Лунёв подорвался на растяжке. Бои за поселок продолжаются уже несколько месяцев. В Широкино почти не осталось целых домов. В огородах стоят растяжки. Но при этом здесь до сих пор остаются мирные жители. По оценкам ОБСЕ их 35 человек. Вчера обстреливали. Вчера мина влетела в дом. Какой перебили. Вот сейчас. Пулеметы. Только что пулеметы. Опа все побитые. В карай попала мина. На огороде 11 дней. Во дворе 3 дней. На следующий день в Широкино помимо ОБСЕ приехали офицеры из совместного центра координации контроля прекращения огня. Пока они находились в поселке, там было сравнительно тихо. Но вскоре после их уезда опять начались перестрелки. И представители ОБСЕ, и генералы из совместного центра считают, что проблема с Широкино связана с тем, что стороны конфликта находятся очень близко друг от друга, видят друг друга. И потому открывают огонь. Как далеко отсюда украинские позиции? Да вот они сразу. 300 метров. Ну, полкилометр. 400 метров. Необходим план по демилитаризации поселка. Во время сегодняшнего патрулирования мы увидели, что в этом месте огонь полностью не прекращен. И оружие, которое не должно использоваться, используется. Я намерен обсудить это с командованием, чтобы население не страдало. Александр Хук считает, что остановить войну в отдельно взятом Широкино – задача сложная, но выполнимая. Это доказывают прошедшие сутки. Представители ОБСЕ находились в поселке весь световой день. И там впервые за долгое время стало по-настоящему тихо. Зинаида Бурская для настоящего времени.